Всем привет, с вами Прио. В Варкрафте существует очень много различных маунтов, уникальных, доступных в текущий момент, недоступных, дорогих и не очень. Сегодня мы рассмотрим маунтов в обновлении 8.2. Их очень много, они механические в основном, но очень интересны в своих моделях, в своей уникальности и в своих размерах. Начнем с конца рассматривать маунтов, и первым маунтом является Чудесное Крыло 2.0. Чудесное Крыло 2.0 дается за самое обычное достижение, которое будут делать 100% все, это Первопроходец, часть 2. Достижение, которое откроет нам полеты, и сразу же нам дается летающий маунт. Далее, Хлипкий Механопаук. Он дается за задание, а какое пока что еще не указано. Скорее всего, это введут потом, и быть может, судя по описанию, то что мы его сами сделали, гордитесь, нам придется сдать какое-то определенное количество валюты по заданию с целью его получения, быть может в форме дейликов это будет выполнено, но что-то интересное будет 100%, я уверен в этом. Также есть по три уникальных обычных маунта, связанные с нашими обычными фракциями, которые мы качали в самом первом патче Battle for Azeroth. У Альянса это Орден Пылающих Углей, Орден Возрождения Шторма и Адмирал Тейства Праудмору, ну и у Арды также три маунта. Собственно, альянсовских можно увидеть, так как я сейчас сижу на альянсовском персонаже. Первый это Сумеречный Грифон Уэйкрестов, второй, получается, мы смотрим у Торговца, это Поводье Берегового Наблерателя Долина Штормов, вот такой вот светлый маунт. Ну и третий, связанный с Террагардским Поморьем, это Морской Разведчик Праудморов, 50 тысяч голды и он ваш, ну а также еще выполненное достижение второй части первопроходца Battle for Azeroth. Ордынского маунта я покажу на этом скриншоте, вот такой вот интересный призрачный маунт, всяко красивее, чем обычные грифоны. Далее по списку у нас идет Свалочный Скиталец, Источник Ржавое Перо. Как бы я ни искал, я просто не нашел, что это за перо, ржавое, нержавое, обычное, необычное, увы. Скорее всего это какой-то моб, рарник, быть может, что-то еще с этим связанное, но ни в инсте, ни в рейде не нашел какого-либо дропа, и что самое интересное, он привязан к Альянсу, этот Свалочный Скиталец. Скорее всего, за что-то интересное он будет даваться. Модель маунта крайне уникальна, такого никогда не было, он будет ехать по своей оси просто-напросто, и кому-то маунт может напомнить серию Звездных Войн. И есть еще одно уникальное кольцо, этот мехацикл модели W, достижение прогон по мехагону. Скорее всего, нам нужно будет просто исследовать весь мехагон, быть может, сделать что-то определенное, и скорее всего это будет какая-то мета-ачивка, заключающая в себя 5 или 6 глобальных достижений. То есть просто-напросто делаем абсолютно все, и скорее всего этот маунт у всех будет, я так думаю, но он очень красивый, и уже конкретно этот является общим. Даже он, по-моему, красивее, чем первая моделька, которую я показал. Ну, не знаю, как говорится, на вкус и цвет. В мехагоне будет куча вендоров, различных торговцев, которые будут позволять нам покупать крутые апгрейды, крутые новые вещицы, и будет новый маунт, собственно, вот он, механокод модели X995, покупающийся у вендора Паскаля. Воздушное судно R-21X падает с последнего босса в новом подземелье операции «Мехагон». Красивый, хороший маунт, весьма уникальный по своей модельке, и, я думаю, имеющий уникальную даже форму полета. «Мехагонский миротворец» падает с воздушного подавителя О-8. Весьма интересный маунт с гоблинским лицом в самом носу этого корабля, скажем так, летающего судна. Это визделет «Скивилак». Инженерное и кузнечное дело. Весьма интересно микс профессий, позволяющий скрафтить этого маунта. Как оно будет реализовано, честно, не знаю. То есть, наверное, половина маунта берется с одной профессии, половина с другой. А где эти две половинки скрепляются, ну, как-то непонятно. Быть может, это крафт, который доступен и в той, и в той профессии. Но тогда ломается некоторая уникальность. В общем, стоит еще об этом подумать. Маунт красивый и хороший. Возможно, это шифровозка версии 2.0.2.0 из-за того, что это опять крафт. Поднимаясь все выше по списку, можно увидеть маунтов, которые пока что написаны английским текстом. Это классно. Даже зайдя на ПТР, не особо отлистывая список вниз, любой может посмотреть на новых маунтов. Не всех, конечно. Первым маунтом является скат. У него весьма интересное описание. Модель весьма, ну, такая кайфовая, интересная. Хороший маунт с хорошей раскраской. Весьма интересный. Далее, это какая-то нага, скорее всего, с чешуей, с длинным хвостом. Забавно выглядит. Я думаю, и у Орды будет что-то тоже такое аналогичное. Далее, краб, который ходит боком с сундучком на своем панцире. Весьма интересный. Нам показали его на Блесконе, и люди очень радовались его появлению. Аналогичный скат идет следующим. Маунтом, который дропается в Назжатаре, скорее всего, с какого-то рарника. Далее еще один маунт. Немножко уже величественнее смотрится. Также жабры видно, зубки. Хвост, чешуя. Маунт почти аналогичен вот этому. Но смотрится как-то более цивильно, что ли, не знаю. Морской конек, лошадь. Я не знаю, как называть этого маунта, но у него очень много раскрасок. И мне кажется, он будет за островные экспедиции. Вот аналогичная его моделька. Белая. И где-то еще была красная. Да, вот она. Кримзон. Красиво смотрится. Очень интересно. У него не копыта, а конкретно... Ласты? Нет, не ласты называются. Толгенький. Не особо силен в биологии, увы. Это аналогичный маунт ранее, которого мы смотрели. Только другой раскраски. Еще один скат. Еще один скат. Вот и все. Это все маунты обновления 8.2. Весьма интересные. Быть может, какие-то одинаковые между собой. Но стоит отдать должное, они с разной раскраской. У них разная степень дропа. Какие-то добываются с славы рейдеру. К примеру, текущего, которого мы смотрим с ката. Какие-то просто-напросто дропаются с радников. Уровень ценности у маунтов сохраняется. И каждый смотрится престижнее другого. Механические маунты так вообще стоят отдельного внимания и отдельного лайка. Я так считаю, они реально классные. Они будут с характерным звуком. Весьма веселым, само собой. И с уникальной анимацией полета, бега, плавания. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. Увидимся на стримфесте. До скорого. Ну а также не забывайте про ссылочки, которые указаны в описании под видео.